Рассказала мне эту историю моя бабушка, когда я был совсем маленьким. Наш дед погиб в Великой Отечественной войне. В апреле 42-го он был рядовым солдатом. Когда дед ушел на фронт, у него остались 20-летняя жена и две дочки. Младший 4 годика, а старший моя мама 6 лет. Работала бабушка на швейной фабрике. Работы было очень много. Девушки и женщины, всех возрастов, кто мог работать, бывало не возвращались домой сутками. Девочки, моя мама с сестрой, оставались одни дома на целый день, несмотря на то, что они были еще совсем маленькими. В те страшные годы дети очень рано взрослели. В апреле 42-го с фронта пришла похоронка на ихнего отца. Моя бабушка все так же продолжала работать на швейке, а маленькие девочки сами о себе заботились. Варили кашу, убирались по дому, даже коров доили. И вот примерно через месяц, после известия о гибели отца, входную дверь кто-то постучал. Девочки открыли и увидели перед собой отца. Почему-то они его не испугались. Солдат молча зашел, сел на корточки и молча обнял их. Он их обнимал и целовал, но ничего не говорил. Девочки в его присутствии не испытывали страх. Они чувствовали себя защищенными. Каждый день он приходил, а потом куда-то исчезал. Девочки рассказали маме о его визите, но та не поверила, а солдат с тех пор зачастил к ним. Он приходил с утра, обнимал и целовал их. Рассказывал, как готовить, про уборку, мыли посуду. Надо сказать, что посуда у них накапливалась в большом количестве. Мать ее мыла раз в несколько дней, так как возвращалась абсолютно обессиленная. И вот только тогда, когда отец научил дочерей жить самостоятельно, мать поверила дочкам. «Откуда вы это все знаете?» – спрашивала мать. «Мама, это папа приходит к нам». Мать заплакала. Она сказала, что отец настолько любил нас, что даже с того света приходит нам помогать. Девочки начали понимать ненормальность происходящего. От него всегда веяло холодом, и кожа у него была белая. После окончания войны, через улицу, где жила эта семья, шли дембилизованные солдаты. Худые, раненые, грязные. Семьи выбегали из домов, встречая героев. В самом конце шел один несчастный солдат. Грязный, в лохмотьях, израненный. Мама дочерей кинулась именно к нему. Привела домой, отмыла и накормила. Дала еды собой. А потом вытащила из шкафа самое дорогое. Что оставалось от мужа? Его пальто. Отдала бедному солдату. И ей вдруг стало так легко, как будто тяжесть какая-то сердце упала. А той же ночью видит сон. Приходит к ней муж. Счастливый такой. Улыбается и говорит, вот теперь я доволен. Мама утром девочкам об этом рассказала. С тех пор визиты отца прекратились.